Всем добрый день! Сегодня 26 декабря 2023 года, вторник, город Харьков, на улице плюс 5. Сейчас на улице ясная и солнечная погода, с сильным ветром и без осадков. Сегодня встало в 7 часов 33 минуты, зайдет солнышко в 15 часов 39 минут. Долгота дня сегодня 8 часов 6 минут. Как вы видите, вчерашний замечательный и классный снежок остался только на вчерашнем моем видео. За ночь все абсолютно растаяло. Сегодня в течение дня температура воздуха будет снижаться. Но к вечеру ситуация изменится и температура воздуха начнет повышаться и достигнет отметки 7 градусов тепла. Еще ожидается кратковременный дождь. Ветер с порывистого сменится на легкий, но ночью вновь сменится на порывистый ветер. Несмотря на то, что на улице плюс 5, жутчайший ветер все портит. Жутко холодно, как вроде на улице минус 2, минус 3. Вообще не ощущается тепла абсолютно, несмотря на то, что солнышко все-таки хоть какое-то, но светит. Всем добрый день. Погоду я вам сегодняшнюю показала. У нас, несмотря на то, что плюсовая температура, достаточно холодно на улице. Я вышла вообще в пуховике и замерзла. В сапогах, в пуховике, знаете, вот этот ветер все портит. И в доме прохладно, ну совсем прохладно. Я вот плед на себя накинула, потому что ходить вот так вот, даже в кофте, ну прохладно. То, что мы живем, как говорится, на земле, в частном доме, ну это дает о себе знать. Поэтому, несмотря на вот эту солнечную погодку, ну, конечно, погодка не активна. На улицу, как говорится, не хочется не выходить ни в каком виде, даже сильно и хорошо одетым. Учеба у дочки продолжается, несмотря на то, что я думала, что уже как-то, ну какие уже уроки, разве что выставить оценки. Но, тем не менее, уроки были сегодня и даже есть. Вот еще остался один урок. Вот, и когда выставлять оценки будут, ну дай бог, если выставят в пятницу. И то с большими претензиями, что мы вам повыставляем одни единицы. Это от учителей. Ну, конечно, из того, что мне Полина рассказала, дети вообще не хотят уже учиться. Они просто устали от колоссального объема информации, которую нужно сделать. От домашних заданий, постоянных требований. И какие они ужасные и безалаберные дети. Ну, вы после этого сами, вот мы взрослые, да, вы захотели бы учиться? Я, например, не захотела бы после всех вот этих вот высказываний. Как говорилось, знаете, как, если человеку говорить, что он дурак, он действительно станет дураком. Вот и все наши педагоги. С завтрашнего дня, я думаю, пойдем мы, наверное, немножко покупать что-то на Новый год. Еще толком ничего не покупали. И я так, знаете, подумала, подумала, не поеду я ни в какой центр наших поселков не хочу. Во-первых, туда ехать надо, там вечно где-то что-то дороже. Пойдем сюда, на соседний поселок, купим, что мы можем. И чтобы меньше ездить и меньше тратить. Вот так вот мы решили. Как накроем, так накроем стол. Стол я обычно никогда не показываю. Мы, ну, достаточно скромно живем. Да сейчас я вообще не знаю, кто на широкую ногу живет. Хотя, наверное, такие есть. И, слава богу, уж такие люди есть, которые могут себе позволить. Но мы как-то все, ну, так привыкли уже. И так, наверное, и будет. Будем, как говорится, накроем, сколько сможем. Съедим. Ну, а потом уже буду новое готовить уже в Новом году. Наконец-то я сегодня поотрабатывала все комментарии. Потому что накапливалась, накапливалась. Я сидела с дочкой, ей помогала. С этими уроками, с домашними заданиями, бесконечными. Ну, и, наконец, я сегодня комментарии все отработала. Боже, это такое облегчение сразу становится. Когда открываешь творческую студию, а там ни одного комментария. Это просто великолепно. И когда все это отрабатываешь, творческая студия, ну, это по моему разумению, всегда там должно быть абсолютно чисто. Все отработано. Везде я всем ответила. Ко всем зашла, у всех все посмотрела, всем все написала. Вот на таком-то позитивном настроении я себе сама его как-то проецирую. Как бы тяжело не было. Несмотря на такую погоду, сегодня всем желаю хорошего дня, хорошей подготовки к Новому году, классного, позитивного настроя на Новый год. Это немаловажно. Вот. Потому что кто как не мы это сделаем. Только мы сами. Вот. Добра, мира и всего хорошего. И всем пока.